МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 100 миллиардов тенге за 10 лет выведено за рубеж. Из суммы выведенных активов возвращено около 30%, пояснил заместитель генерального прокурора. Кравченко также отметил, что в рамках всех крупных дел по выводу активов правительство рассчитывает наказать виновных. Пока не истекут сроки давности, мы можем рассчитывать на возврат этих средств в страну. Мы активно сотрудничаем со всеми странами мира в данном вопросе. По-прежнему продолжаем взаимодействовать с Интерполом. Сказал замгенпрокурора. Китайские компании участвуют в реализации 15 сельхозпроектов в 8 регионах Казахстана. Сельскохозяйственная пищевая продукция, которая планируется выпускаться в результате реализации этих инвестиционных проектов, обладает высоким экспортным потенциалом, прежде всего на рынке КНР. Накануне прошел Казахстанско-Китайский форум индустриального и инвестиционного сотрудничества. Инвестируйте в Казахстан, где делегация республики презентовала потенциал Казахстана непосредственно китайским инвесторам. Главными темами обсуждения стали сотрудничество в сфере производственных мощностей и взаимодействие в реализации инициативы «Один пояс, один путь». Досрочно снять пенсионные накопления могут 39 тысяч казахстанцев, но только те, кто вносит взносы добровольно, и для них это возможно с 50 лет. По словам представителей ЕНПФ, досрочно изъять пенсионные накопления также смогут инвалиды 1-й и 2-й групп, а также получившие пенсионные аннуитет женщины, достигшие 50 лет, и мужчины, достигшие 55. Кроме того, в фонде рассматривают возможность досрочного изъятия средств по достаточности пенсионных накоплений. В ЕНПФ насчитывается более 10 миллионов пенсионных счетов казахстанцев. Из них 9,66 миллиона пополняются посредством обязательных пенсионных взносов. На 1 октября 2016 года пенсионное накопление казахстанцев составляет 6,5 триллионов тенге. Казахстан изготавливает монеты из рагметаллов по заказу других стран. В СНГ всего три монетных двора, и казахстанский председатель Назбанка назвал одним из самых передовых. Акишев отметил уникальность казахстанского монетного двора как предприятие с высокотехнологичным оборудованием с полным производственным циклом изготовления монет. По его словам, качество продукции и квалификация персонала позволяют позиционировать казахстанский монетный двор как высокотехнологичное и конкурентное предприятие, ориентированное в том числе на экспорт. Экспортные услуги предоставляются таким странам, как Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь. Также изготавливаются монеты национальной валюты из драгметаллов. По заказам компании Германии, Польша проинформировал Дниер Акишев. 150 миллиардов тенге за 9 месяцев потратили казахстанцы на интернет. Это на 7,5 миллиардов тенге больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Наибольший рост отмечен в Алматы плюс 4,5 миллиарда, до 84,3 миллиарда, 55,5% от Республики Казахстан. Также объем услуг интернет-связи значительный прирост в Астане на 1,9 миллиарда тенге. Число абонентов достигло 2,230,000, около 6% прироста. При этом 99,7% из них имеют доступ к высокоскоростному широкополосному интернету. Для сравнения, пятью годами ранее, в сентябре 2011 года, высокоскоростной интернет был доступен 91,7% абонентов. Наибольший прирост числа абонентов отмечен в Алматы, Алматинской области и Астане. Армения наращивает экспорт европейских сортов сыра в Россию. Производство сыра в стране основано на традиционной голландской технологии. Молоко «Спасбич» поступает на сырный завод на западе страны. Предприятию 8 лет. С этого года оно полностью обновило ассортимент и теперь выпускает европейские сорта сыров. На экспорт в Россию идет почти вся продукция. Спрос большой. В месяц завод производит 12 тонн сыра. Качество не уступает европейскому. Стоимость ниже в несколько раз. В республике осуществляются две программы при поддержке государством. В страну завозят молочные породы коров из Европы, начинают развиваться кооперативные фермы. Увеличение объема производства молока и сыра позволит армянским производителям занять свою нишу на российском рынке. За несколько месяцев этого года Армения отправила в Россию почти 3000 тонн сыра. За 25 лет польские инвесторы вложили в Беларусь 360 миллионов долларов. Эти данные опубликовал на Министерство развития Польши, предваряя намеченный на эту неделю визит в Минск вице-премьера и министр по вопросам развития. По итогам прошлого года Польша находилась на девятом месте среди основных инвесторов в Беларусь. Польский капитал активно представлен в Бресте, Гродно, Витебске и Минске. В 2015 году Беларусь заняла 25 место среди наиболее важных экспортных рынков для польских предприятий, 36-е для импортеров. В экспортные поставки на белорусский рынок были вовлечены около 6000 польских компаний, а импортировали товары из Беларуси около 1000 фирм и организаций. В январе-июле 2016 года экспорт польских товаров в Беларусь составил 790 миллионов долларов импорт, 499 миллионов. Россияне почти перестали подключаться к платному телевидению. Третий квартал года оказался таким же неудачным для операторов кабельного телевидения, как второй и первый. Однако четвертый квартал по числу новых абонентов будет лучше, чем предыдущие, прогнозируют эксперты. Спутниковое телевидение продолжает расти в силу того, что в России есть проблемы с инфраструктурой, территорией, где нет возможности подключать проводное телевидение. Развитие других технологий платного телевидения будет зависеть от того, как операторы проводного доступа будут выходить в новые регионы. В то же время из-за кризиса у операторов нет средств на строительство сетей. Темпов роста, которые были два года назад, когда компании за год подключали по 3 миллиона абонентов, на рынке уже не будет, предупреждают специалисты. Ингушетия будет поставлять мед в Объединенные Арабские Эмираты. Республика намерена выйти на арабский рынок, чтобы туда поставлять свою продукцию и свои товары. В конце этого месяца ожидается визит главы Ингушетии в Саудовскую Аравию. Юн Узбек Евкуров подчеркнул, что с точки зрения экспорта Ингушетии интересен Китай. «Конечно, нас интересует Китай, так как там есть потребность в экологически чистой продукции», — сказал он. Нефть подешевела, на сомнение, в готовности ОПЕК ограничить добычу. Ирак заявил, что должен быть освобожден от обязательств в рамках соглашения стран ОПЕК об ограничении добычи. А число нефтяных боровых в США вновь выросло. Добыча нефти в Ираке растет и может увеличиться еще больше, так как международные корпорации наращивают производство на месторождениях. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть бренд составила 51 доллар 66 центов. Цена декабрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI снизилась до 50 долларов 65 центов за бочку. Как сообщалось в конце сентября, страны ОПЕК предварительно договорились сократить добычу нефти до уровня 32,5-33 миллионов баррелей в сутки. Ожидается, что условия соглашения будут урегулированы на ноябрьской встрече картеля и к соглашению может присоединиться Россия, крупнейший производитель нефти в мире. Американский доллар у восьмимесячного пика благодаря ожиданиям подъема ставки Федеральной резервной системы. Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, укрепился до 98,63. В минувшую пятницу глава Федерального резервного банка Сан-Франциско повторил призыв к скорому повышению ставок Федеральной резервной системы, сообщив, что этот год подходящий для ужесточения денежно-кредитной политики. Котировки фьючерсов на ставку федеральных фондов показывают, что рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 70%. Поддержку доллара оказал также недавний опрос общественного мнения, согласно результатам которого кандидат президента США от республиканцев Дональд Трамп проигрывает представляющий демократов Хилари Клинтон в преддверии выборов 8 ноября. На фоне дорожающего доллара стоимость золота снижается. Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже опустилась до 1267 долларов 5 центов за унцию. Между тем спрос на драгметал оценивается в 850 тонн. К примеру, спрос на золото в Китае в 2017 году сохранится в диапазоне 1000 тонн на уровне 2015 года. При этом главным сдерживающим фактором выступает снижение темпов роста ювелирной отрасли, высокая волатильность мировых цен и развитие китайской экономики в целом. До конца года ожидается подъем спроса на золотые слитки как со стороны ювелиров, так и со стороны инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свои вложения. Крупные банки Великобритании могут покинуть страну в 2017 году на фоне неопределенности из-за предстоящего выхода страны из состава Евросоюза. Много банков поменьше планируют начать переезд до Рождества крупные банки в первой четверти следующего года. Большинство международных банков создали команды, которые прорабатывают необходимые условия, позволяющие обслуживать клиентов после переезда. Сроки осуществления данных операций – наилучший путь их выполнения. Согласно оценке аналитиков, экономика Великобритании может терять по 66 миллиардов фунтов или 81 миллиард долларов в год в виде недополученных налоговых поступлений, если страна выйдет из состава Евросоюза по жесткому сценарию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...